Медицинский институт кафедры акушерства и гинекологии номер 1, тема номер 15, предмет акушерства, родоразрешающие операции, ассистент кафедры Курбанова Замира Шухратовна. Акушерские операции. К акушерским операциям относятся вставление акушерских шипцов, вакуум-экстракция, кесарево-сечение, плодоразрешающие операции. Краниотомия, декапитация, клейдотомия, эвентерация, спондилотомия. Акушерские шипцы. Это инструмент, с помощью которого врач заменяет действия родовых изгоняющих сил сверху и таким образом заканчивает роды. Вот на картинке видно шипцы Вильяма Слима. Вот тоже шипцы. Нужные условия для использования шипцов. Полное раскрытие шейки матки, истекание околоплодных вод, пропорциональность размеров таза и головки плода, создание ассептических условий. Показания. Вторичная слабость родовой деятельности и 2-3-часовая неподвижность головки плода. Родовой эндометрит, декомпенсация экстрагенитальных патологий, заболеваний, тяжелая преэкламсия и экламсия, неубедительное состояние плода. Шипцы могут быть выносящие шипцы, используются при выходе головки из малого таза. Встречается предлежание головки плода в двух видах. Предлежание затылка плода спереди, предлежание затылка плода сзади. Вносящие шипцы. Вот, видно на картинке. Так, полостные шипцы. Используются при расположении головки в тазовом полости. Техника использования выносящими шипцами состоит из пяти этапов. Введение частей шипцов, соединение частей шипцов, пробная тракция, истинная тракция, введение шипцов. Закон триады при использовании шипцов. Первый. Левая рука, левая шипца, левая сторона матери. Вторая. Правая рука, правая шипца, правая сторона матери. И третье. Соединение. Вот первая стадия введения шипцов. Вторая. Так, после этого мы должны провести пробную тракцию, а потом истинную тракцию. Вот, на картинке видно введение шипцов. Осложнение у плода. Повреждение лицевого нерва, повреждение кожи лицевого и головного части плода. С целью определения наличия перелома обследует целостность лицевую и головную часть черепа ребенка. Осложнение со стороны матери. Разрывы мягких тканей, ишейки матки, влагалища, промежности, во время родов, если произведена эпизиотомия. В некоторых случаях может быть разрыв матки, срочное хирургическое вмешательство. Вот, акушерские инструменты. Операция вакуум-экстракция. Операция проводится с помощью вакуум-экстрактор аппарата. История создания вакуум-экстрактора. Изначально в 1849 году Симпсон предложил аэроэкстрактор. Впервые в 1954 году югославский акушер Финн Дерли создал оригинальную модель аппарата. В 1956 году Малстром предложил свою модель. Кэчачава и Вашакидзе изобрели нового поколения экстрактора. Вот это наш старинный вакуум-экстрактор. Показания к наложению вакуум-экстракции. Неубедительное состояние плода. Асфиксия плода. Слабость родовой деятельности с длительным течением. Нужные условия для операции. Полное раскрытие шейки матки. Истекание околоплодных вод. Пропорциональных размеров таза и головки. Переднее передлежание затылка. При переднем разгибании головки недоношенностью плода противопоказана. Непропорциональность размеров таза и головки плода при тяжелой экстрагенитальной патологии и поздных токсикозах, когда требуется полное выключение потужной деятельности женщины. Техника операции вакуум-экстрактор вставляется в малый родничок. В экстракции производится в течение 3-4 минут отрицательное атмосферное давление 0,7-0,8. Наложение чашечки вакуум-экстрактора. Осложнение. При накладывании чашечки вакуума отмечается болевое ощущение. При нарастании кефалогематомы у головки новорожденного может отмечаться мозговое нарушение. Осложнения могут проявляться при неправильном накладывании вакуума со стороны акушер-гинеколога. Кесарево сечение. Хирургическим путем после разреза на матке, извлечения плода и плаценты. В старой древности при смерти матери во время беременности родов с целью сохранения жизни ребенка производилась хирургическая операция. Краткая история о кесарево сечении. Впервые при живом плоде операция кесарево сечения произведена в начале 17 века. В России впервые эту операцию произведено в 1780-х годах. Доктор Самойловичем. В нашей стране по этой сфере хорошие заслуги Побединского. Показания на операцию кесарево сечения. Показания могут быть относительные. Анатомически узкий таз 1-2 степень. Слабострадовых сил. Множественная миома матки. Переносенные операции. Фистулография. Вышивание разрыва матки. Предлежание плаценты спереди. Экламсия. Неправильное предлежание головки плода. Выпадение петель пуповины. Тазовые предлежания. Абсолютные показания. Абсолютно узкий таз. Истинная конюгата ниже 6 см. Рубцовое сокращение влагалища. Преждевременная отслойка. Нормально расположены плаценты. Опухоль в малом тазу. И миома матки. Зарубежные специалисты разделяют показания со стороны матери. К ним относятся анатомический и клинический узкий таз. При экламсе тяжелой степени экламсия. Кровотечение во время беременности уродов. Тяжелые экстрагенитальные заболевания. Рубцы на матке. Угроза на разрыв матки. Вторая группа со стороны плода. Это гипоксия плода, резус, конфликт в анамнезе, непереносимость плода. Третья смешанная. К смешанным факторам относятся переношенность плода, слабость родовой деятельности, аномалии плода, сахарный диабет. Противопоказания на операцию кейсеросечения. Тяжелое состояние плода. Антинатальная смерть. Глубокая недоношенность. Аномалии плода. Тяжелая гипоксия плода. Когда произведены вагинальные и акушерские операции, произведена операция кейсеросечения, нельзя вакуум экстракции, эмбриотомия. Безводный период свыше 16-18 часов. Роды, затянувшиеся свыше 24 часов. Условия для проведения операции кейсеросечения. Живой и развитый плод. Выбор времени для проведения операции. Высококвалифицированный специалист. И обязательно согласие роженицы или родственников. Этапы операции кейсеросечения. Первый – это предоперационная подготовка. Вхождение в брюшную полость. Введение головки из матки. Извлечение плаценты. Ручное обследование полости матки. Послойное ушивание матки. Подготовка к введению матки в брюшную полость. Введение матки в брюшную полость. Перитонизация. Вышивание кожи по донате. Последствия операции кейсеросечения на женский организм. Это может быть бесплодие, непереносимость плода, нарушение менструации, викидыш плода, плацентарная недостаточность и рубец на матке. Осложнения. Осложнения могут быть ранние, поздные и крайне поздные. К крайним осложнениям относятся отставание инородных тел, попадание инфекций, неправильные швы, иммунный дефицит. К поздным осложнениям перитонит, сепсис. К крайне поздным осложнениям рубцы на матке. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...